Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы поговорим о танчике Y5T34. Его все называют U5. Я не знаю правильно это или нет, английский у меня немножко хромает, поэтому напишите в комментариях, кто знает как правильно называется данная машина. Короче, это одна из машин серии Y5. Есть Y5T34, есть Y5Firefly. Как видите, они все сделаны в принципе в одной стилистике. Я бы сказал, что они сделаны в стилистике машинок Defender. Ну, согласитесь, очень много всего схожего. В частности, вот эти типа электро или какие-то там двигатели. Короче говоря, вот та стилистика, которая у серии Defender ведет. И есть еще Y5ELS BIS. Это танчики 5, 6 и 7 уровня соответственно. И каждая машинка, она как хороша по-своему, так в принципе и не хороша тоже по-своему. И каждую из них будем разбирать. Я сделаю три видоса на каждую из этих машинок. Давайте начнем с самого младшего брата в этом семействе, а именно с Т-34. Значит, что собой машинка представляет? Как видите, стилистика башни вот в стиле Т-34. Все остальное сборная солянка. Но мне, честно говоря, данные машинки понравились тем, что в них есть все-таки, ребят, какого-то рода уникальность вот во внешнем виде и в дизайне. Мне очень сильно не нравятся идеи, когда берут, допустим, какую-нибудь машину, но и ее просто перерисовывают. Да, вот допустим, как те же самые Тигр-131 или Докол. То есть они в принципе, да, внешний вид разный, но они, зараза, все равно какие-то одинаковые. Здесь же машинки действительно какой-то уникальностью обладают. И это действительно прикольно. То есть ты заезжаешь в бой на чем-нибудь абсолютно нестандартном, вот допустим, как тот же самый Могильщик, как тот же самый Фараон или как тот же самый Дракула. Ну согласитесь, машины, которые, ну, они действительно уникальные. Да, Дракула похож на того же AMX ACDC, да, но все-таки, ну, существенно от него отличается по дизайну. И хоть машинка мне, допустим, не сильно нравится, но приятно на ней выезжать и быть не таким, как все. Итак, Т-34-ка. По подвижности, по всему остальному, по броне, это все будем заценивать непосредственно в самом замесе, потому что брони здесь, я бы сказал, в принципе нет. Хоть это и среднячок пятого уровня, но, ребят, шьют его только так. Да, есть рандомные рикошеты, есть там по башне рикошеты, в частности, по маске орудия. Но вот сюда вот, допустим, в передок бить будут в бока и в корму. Я даже молчу по поводу того, насколько будут хорошо отбрасывать вам. Ну и, честно говоря, допустим, в ту же самую корму довольно неплохо залетают фугасы от многих танков. Теперь, что касается орудия. Вот орудия здесь действительно прикольные. Почему? Потому что средний урон в 160 единиц, как правило, средним танкам навешивают сейчас в ивентовых машинах на шестом уровне. Для пятерки это, я бы сказал, альфа довольно прикольная. Углосклонения довольно неплохие, довольно играбельные. Но все-таки машинка не для того, чтобы где-то отыгрывать от неровностей, больше для того, чтобы пытаться мотаться по карте по возможностям. Хотя мотаться это такое, знаете, с очень-очень большим натягом термин можно использовать. Что касается бронепробиваемости. 110 единиц я себе поставлю еще улучшение бронепробития. Ну и, соответственно, станет немножечко покомфортней. Что касается остальных характеристик по орудию. 7 и 7 время перезарядки. Честно говоря, многовато. Было бы секунд 6, было бы куда комфортнее и приятнее отыгрывать. А все-таки вот этих вот неполных 2 секунд перезарядки, да, если сравнивать с 6 секундами перезарядки, очень сильно не хватает. Меня многие могут спросить, почему все-таки 6, да? Я скажу, потому что если бы при 160 единицах урона было бы меньше 6, то, соответственно, это уже была бы какая-то часто шотящая имба. В данном же случае 7 и 7, даже 7 и 8, да, если округлять правильно, то уже получается немножко многовато. И есть какой-то, ну, какого-то рода дискомфорт в игре. От этого, соответственно, и ДПМчик не сильно высокий. Хотя, ну, 1240 единиц для коллекционной машинки на пятом уровне плюс-минус нормально. Разброс на 100 метров, время сведения по цифрам, в принципе, комфортно. А что это собой представляет непосредственно в бою, посмотрим сейчас, куда мы с вами и запрыгнем. Ребят, пока происходит процесс закидывания нас в замес, я хочу обратиться к тем, кто смотрит мои видео еще и на постоянной основе особенно. А таких у меня по статистике Ютуба практически 75%. То есть 75% зрителей моего контента, они смотрят его на постоянной основе и в то же время не являются подписанными на мой канал. Ребят, давайте это исправлять. Вот здесь внизу желтый шильдик. Наводите мышь, в один клик становитесь постоянным зрителем уже официально, ставите колокольчик, не пропускаете никаких видосов. Вы смотрите мои видео, которыми я пытаюсь показать вам, какими в первую очередь будут машины в ваших руках, если вы такой же среднячок, как и я. А вы же своей подпиской поможете мне развивать мой канал, популяризировать его на просторах Ютуба и потихоньку бороться, не бороться за первенство. Но, по крайней мере, хоть как-нибудь пытаться перевалить в свою сторону зрителей с тех мастодонтов, которые сейчас оккупировали Ютуб, но и с которыми мне, честно говоря, соревноваться и тягаться довольно-таки сложновато. Согласитесь, когда у тебя 3000 подписчиков, а у кого-то 240-250, понятное дело, что конкурировать с его видео становится очень-очень тяжело. А я пытаюсь сделать уникальный канал, на котором я не буду рассказывать вам, как вам играть, я не буду пилить вам мозг тем, что вы должны придерживаться понятий какой-то статистики и так далее. Я за то, чтобы вы просто играли, получали удовольствие, ну и, соответственно, тратили свою голду и свои силы исключительно на те машины, которые действительно в ваших руках будут хорошо лежать. А руками скиллового игрока заценивать машину очень сложновато, потому что все-таки он играет не так, как будете на машине играть вы. Я на такие грабли уже наступал, я покупал себе машину, но и, соответственно, потом расстраивался из-за того, что она не отыгрывается настолько хорошо и не дает столько кайфа, сколько хотелось бы мне и как это показывал именитый обзорщик. Итак, ребят, пока я делал рекламу своему каналу, команда плавненько и красивенько сливается, я не могу сказать, что прям совсем моя в этом вина из-за того, что я разговаривал шотить, я шотил по всем, как только к кому-то добирался. Теперь давайте будем говорить откровенно по поводу самой машины. По подвижности машинка довольно-таки приятная, на ней нормально передвигаться, как для среднего танка, я бы сказал, очень даже комфортно на ней передвигаться. Сейчас воспользуюсь... А, голдишка у меня закончилась, вот это уже беда пошла. Без голдишки вот этого товарища мне не доразобрать и в ангар его не отправить. Ну, ладненько, 7-0, как получилось, так получилось, к сожалению, вся команда оказалась внизу противника, мы поехали наверх. Насколько мы это спешно или неспешно сделали, я думаю, что сделали это грамотно, потому что, мало ли, а вдруг бы были кто-то, мы бы на них упоролись, но, соответственно, нас двоих бы разобрали. За такой пустяковый бой 840 единиц урона и, соответственно, серебро даже смотреть не будем, что касается результативности по команде, второе место в команде по урону. Вот такой вот бой получился, вот эти двое товарищей вообще ничего сделать не смогли. Ну, а эти двое товарищей вроде бы что-то пытались, но, опять-таки, не знаю, наверное, им прям совсем-совсем не повезло, хаять никого не будем, я этого очень сильно не люблю. Запрыгиваем в следующую катку и давайте теперь уже обсуждать непосредственно возможности машинки по тому, как они чувствуются в игре. Обсуждать динамику, обсуждать время сведения, обсуждать точность данной машины. Однозначно едем на линию СТ-шек, потому что на линии ТТ нам с нашей броней делать, ну, просто-таки, нечего. Эта машина, в принципе, не предназначена для того, чтобы соревноваться с ребятами выше по уровню, либо, допустим, там, с какими-то тяжами даже своего уровня. Тяжеловато справляться, все-таки, время перезарядки в 7 и 8 десятых, будем говорить, практически в 8 секунд, это все-таки многовато. То есть, когда у тебя есть возможность быстро перезаряжаться, ты можешь конкурировать с теми же самыми ТТ-шками исключительно по КД-шке, да? И, там, таким образом сравниваться с Альфой, и, может, там, с не очень хорошим пробитием, здесь, как бы, без вопросов. Но, когда у тебя КД практически в 8 секунд, это очень уныло, прям, совсем-совсем уныло. Да, я в него шотну, братка, и сразу откачусь, и ты давай поддерживай. Короче говоря, ребят, по сведению, обратите внимание, пушечка сводится очень комфортно, мне, по сведению, данная машинка заходит прям очень-очень. По точности орудия, я бы сказал так, в 95% случаев вы будете бить просто божественно точно. Вы будете попадать прям туда, куда вы целитесь, на средних расстояниях вы будете выцеливать мягкие места в танках. Короче говоря, дискомфорта от точности орудия вы на данной машине точно не получите. Ну, вот я же и возвращаюсь к тому, что время перезарядки, да? То есть, смотрите, если подсуммировать все плюсы по данной машинке, то это, как для СТшки, довольно хорошая подвижность, очень-очень точная и довольно-таки нормальная, приятная по времени сведению орудия. И вполне-таки даже для пятого уровня, я бы сказал, сносная, очень даже-таки сносная альфа. А вот по минусу у меня остается только один минус по данной машине. Это исключительно время перезарядки. Но если к нему привыкнуть, если не упарываться, если нормально отыгрывать, то, в принципе, ребят, вы можете делать что-то достойное в бою. Вы можете действительно, ну, не то чтобы нагибать, но существенно приближать вашу победу. Вот сейчас я пожадничал, надо было мне изначально отваливать отсюда, потому что, в принципе, против троих выстоять как бы не вариант. Кроме как убегать, вариантов у меня других нет. Приходится уезжать. Против Кошмара противопоставить мне особо нечего. Я думаю, что, в принципе, сейчас Кошмарик меня доберет. Абсолютно ничего удивительного, с учетом того, насколько больно иногда Кошмар может тебе влупить. Итак, ребят, давайте смотреть по результативности в данном бою. Две катки проигранных. Я ничего не вырезаю на своем канале. Я показываю машины такими, какими они есть на самом деле. Я думаю, что я сделал все возможное в пределах возможностей самого Т-34-го Ю5, для того, чтобы победить в этом бою. Итак, два фрага, 1300 единиц нанесенного урона. По серебру, с учетом того, что мы, ребят, проиграли, было бы 17 тысяч с копейкой, 17 400 без учета према, с учетом према 27 600. И это с учетом того, что мы проиграли, ребят. Поэтому я бы сказал так. Хоть это и пятерка, и пускай не сильно живучая, но если к ней привыкнуть, и даже вот так вот сливая, вы все равно будете в плюсе. А удовольствие плюс-минус ты получаешь, потому что точное орудие с хорошим временем сведения, ну, оно доставляет удовольствие. Время перезарядки, опять-таки, ну, каждому по привычке. Мне не хватает. Кому-то, возможно, будет достаточно. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор на Ю5 Т-34. Если вам нравятся честные обзоры, и вы за то, чтобы видеть машины такими, какими они есть на самом деле в руках среднестатистического игрока, и хотите примерить их на себя, милости просим, желтый шильдик в правом нижнем углу, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и ни в коем случае не пропускайте новые видео, я стараюсь для вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова